Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Папуша Михаил Илларионович и тема моего доклада Творческая биография писателя Джорджа Орла. Следующий слайд, пожалуйста. Все животные равны, но некоторые из них равнее. Холодная война. Большой брат наблюдает. Незнание – это сила. Новояз. Наверняка многие слышали эти слова и выражения, однако немногие прочитали и поняли произведение Джорджа Орла. Еще меньше знакомо с теми стратегиями и антистратегиями, которые присутствовали в жизни этого писателя. Следующий слайд, пожалуйста. Эрик Артур Блейер, так звали при рождении Джорджа Орла. Он родился в 1903 году в обедневшей дворянской семье. Его мать Айда была эмоционально отстранена от воспитания, однако она практиковала семейное изучение иностранных языков, а также познакомила своего сына с высокими книгами, такими как произведения Уильяма Блейк или Джонатана Свифта. Его же отец больше воспитывал своим примером, серьезным отношением к делу, умением работать руками, ухаживать за растениями или животными. Однако его отец привил ему первую же антистратегию – это непринятие урбанистического склада жизни, а также на стагию по старой доброй Англии. Следующий слайд, пожалуйста. Какие же выводы мы можем сделать на этапе семейного воспитания Орла? Мы не рекомендуем соблюдать возрастные рекомендации книг, скрывать от детей неудобные факты истории семьи. Предки Орла были рабовладельцы, возможно, работорговцы. Переносить на детей собственные неконструктивные модели поведения. Мы рекомендуем знакомить детей с высокими достижениями в области творчества, развивать интерес к семейному изучению иностранных языков, ознакомливать детей с проблемами общества, приобщать воспитанник к различным видам труда, учить переключаться. Следующий слайд, пожалуйста. Системное образование Орла после начальной школы было продолжено в школе Святого Киприана. Условия там были не совсем комфортны. В быту была плохая еда, плохие условия жизни, а в учебе практиковалось натаскивание на экзамен и зубрежка. Кроме того, присутствовала цензура и телесные наказания. Молодой человек применяет творческое выживание, он завоевывает авторитет среди своих сокурсников и учителей, рассказывая смешные истории, придумывая смешные стихи, публикуя заметки в газете. Далее Орл продолжает свое образование в Итанском колледже. Там более демократическая среда, и он находит наставников на всю жизнь. Прежде всего это Эндрю Гоу, ведущий специалист по древним языкам, а также Олдус Хаксли, писатель, который не отличался педагогическими дарованиями, однако как писатель был очень интересен. В будущем он напишет антиутопию о дивной новой мир. И Орл, который всегда следил за творчеством своего педагога, наверняка подметил это произведение. Следующий слайд, пожалуйста. Какие выводы мы можем сделать на этом этапе? Мы не рекомендуем выбирать учебные заведения по принципу престижности, а также запугивать учеников неудачами в карьере. Мы рекомендуем выбирать максимально полезные для будущей творческой профессии учебные заведения, использовать творческий подход в сложных жизненных ситуациях, искать качественных наставников и поддерживать с ним контакты, желательно всю жизнь. Следующий слайд, пожалуйста. Семья думала, что Орл сможет продолжить свое образование в университете, однако финансовое положение семьи не позволило это сделать. И Орл вербуется в имперскую полицию в Бирму. Там он узнал много правды жизни, что помогло ему в входе в профессию писателя. Следующий слайд, пожалуйста. Похожий сценарий прослеживается в жизни Островского, драматурга Островского. Отец будущего писателя хотел отвадить его от написания рассказов и других работ и устроил его в суд. Там было столько сюжетных линий, столько ярких персонажей и характера, что драматург Островский не мог не стать писателем. Этот пример был предоставлен Викентьевым Игорем Леонардовичем. Следующий слайд, пожалуйста. Анализируя биографии писателей, можно сказать, что существуют передовые способы входа в профессию писателя. Все зависит от эпохи. Допустим, Возрождение – это служба при дворе или церковная карьера. Примеры Чосра Петрарка. 19-е – начало 20-го века – государственная служба. Толстой, Чехов, Гёте, Орл, а также драматург Островский. В 20-м веке – журналистика или пиар. Киплинг, Хемингуэй, Алексеевич, Веллер. В начале 21-го века – это творческие профессии. Примеры мы только ждем. В 21-м веке мы прогнозируем, что передовым способом будет работа в сфере творческих технологий. Например, сотрудничество с издательством «Левризон». Следующий слайд, пожалуйста. Какие выводы мы можем сделать на этом этапе? Мы не рекомендуем зацикливаться на теоретическом совершенствовании творческих компетенций. Мы рекомендуем изучать творческие биографии и автобиографии писателей. Прогнозировать пусть успеха своей творческой карьеры. Следующий слайд, пожалуйста. Орл практиковал передовые способы сбора материалов, например, активное наблюдение. В Бирме он изучил не только бирманский язык, но и редкие диалекты. Беседовал с буддистскими монахами, местными чиновниками, торговцами, что помогло ему понять природу колониальной политики. Второй способ – присоединение. Однажды в конце 20-х годов Орл остался без денег в Париже. Ему пришлось жить в ночлежках, лечиться в бесплатных больницах, жить под мостами, работать с помощником официанта и посудомоем. Это дало богатый опыт и информацию о жизни бедняков в Париже. Уже будучи успешным журналистом в Лондоне, он сознательно переодевался в одежду бедняков, чтобы собрать информацию о жизни лондонского дна. Следующий способ – это проведение социального исследования. В середине 30-х годов один из левых журналов предложил Орл написать очерк о жизни рабочих, английских рабочих на севере Англии, за что Орл с удовольствием взялся. Он не только написал очерк, но провел целое исследование. Он узнал, какие бытовые условия, сколько рабочие зарабатывают, как работают профсоюзы, спускался в шахту, жил в семьях, исследовал бытовые условия. Следующим способом – это было активное участие в мировых событиях. В 1936 году началась гражданская война в Испании. Орл завербовался фронтовым корреспондентом, что дало ему информацию из первых рук. Однако здесь же прослеживается и антистратегия. Он хотел реализовать инфантильный сценарий, допустим, штыковая атака или стрельба из пулемета, что привела его к тяжелому ранению. Также мы можем сказать, что сам Орл развлечал миф. Миф о том, что активное участие в политических событиях дает объективную информацию. Он это выразил в нескольких своих эссе. Следующий слайд, пожалуйста. Какие же выводы мы можем сделать на этом этапе? Мы не рекомендуем реализовывать инфантильный сценарий поведения. Мы рекомендуем находить новые приемы для получения материала для творчества, отслеживать ведущие события в обществе. Следующий слайд, пожалуйста. Орл также очень рационально организовывал свой быт и творчество. Например, он постоянно вел дневники. И в какой-то момент он разделил бытовые дневники и творческие дневники. Также ему пришлось отказаться от беспрерспективного направления любимой поэзии в пользу перспективных, допустим, эссе или разработать свое сказку-притчу «Скотный двор». Также он формировал конструктивное окружение. Все его женщины, жены, родственники, литературные агенты, издатели и даже оппоненты работали на будущие произведения. Также он дуалистически относился к религии. Он всегда общался и с буддистскими монахами, и со священниками англиканской церкви, и с католическими священниками, чтобы получить материал. Однако у него присутствует несколько антистратегий. Например, увеличение анархосиндикализмом, которое привело его к уединенной жизни в Элентоне или в конце жизни на острове Джура. А также к ксенофобии, которую он проявил при наплыве беженцев в Лондон в течение Второй мировой войны. Он считал, что эти люди должны были отстаивать свободу на материке. Следующий слайд, пожалуйста. Какие же выводы мы можем сделать на этом этапе? Мы не рекомендуем переносить бытовое мышление в творчестве. Мы рекомендуем отказываться от удобных и любимых видов творчества в пользу востребованных. Рационально организовывать технологию жизни и творчества. Работать на результат. Избавляться от своих предрассудков в процессе творчества. Следующий слайд, пожалуйста. Главным романом в жизни Орла является роман 1984. Он является синтетическим. То есть составленным из нескольких уже готовых кусков. Например, сюжет был заимствован у Замятина и творчески переработан. Мы можем сказать, что оба автора и Замятин, и Орл дали ряд метафор, характеров, сюжетов старших прорывов в литературе 20 века. Также мы можем сказать, что Орл попал в цепочку писателей и дал эталонные результаты в жанре антиутопии. Также Орл занимался анализом мотивов творчества, что помогло ему давать эталонные результаты. Мы можем сказать, что Орл развлечал миф о независимости творческой личности от эпохи и безграничной свободе успешного писателя, о чем он поведал в нескольких своих эссе. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь хронологически представлена таблица антиутопий конца 19 и всего 20 века. Как мы видим, произведения Джорджа Орла являются эталонными и легко узнаваемыми. Это очень выгодная стратегия. Следующий слайд, пожалуйста. Какие же выводы мы можем сделать на этом этапе? Мы не рекомендуем работать в выгодных жанрах, не знакомиться с произведениями конкурентов из прошлого и настоящего. Мы рекомендуем сразу позиционировать свое творчество в рамках прошлое, настоящее, будущее. Как мы видим, роман 1984 актуален даже после 80 лет, после своего выхода. Мы также рекомендуем работать в жанре, находящийся на подъеме, и выдавать эталонные результаты. Также мы рекомендуем заниматься самоанализом. Следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, Джордж Орл не дал комментариев к своему роману 1984. Просто не успел. Роман вышел в 1949 году, а Орл умер в 1950. Роман требовал объяснения. Он был многозначим. Но наследники, ни родственники, ни литературные агенты, ни многочисленные друзья не справились с этим. И он был широко использован в антисоветской пропаганде. То есть узконаправленно. Его использовали маккартисты в травле левых движений. Также мы можем сказать, что антистратегией был и список Орл, недавно опубликованный. Это список людей, которых, как думал Орл, завербовала советская разведка. И которые будут сотрудничать с советами в случае оккупации западного мира. Он этот список сформировал и в конце жизни передал английским спецслужбам. Мы можем сказать, что Джордж Орл страдал манией преследования с тех пор, как однажды смог избежать ареста службами НКВД и службами, спецслужбами республиканской Испании и вернуться обратно в Англию. Следующий слайд, пожалуйста. Какие же выводы мы можем сделать на этом этапе? Мы не рекомендуем работать в угоду политических настроений. Мы рекомендуем работать, выстраивать правильное понимание произведений читателями. Следующий слайд, пожалуйста. Благодарности. Я вношу благодарность Викентию Игорю Леонардовичу за большую методическую пользу, помощь в работе над данным докладом, а также Рожачкову Анатолию Александровичу за информационную поддержку. Просьба присылать все свои рекомендации, пожелания, а также та информация, которая написана на слайде. Следующий слайд, пожалуйста. В процессе работы над докладом найдены новые исследовательские темы, которые представлены на слайде. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание. Буду ждать обратную связь. Рекомендую, кто хочет серьезно разобраться в вопросах творчества, очень внимательно почитать более 500 страниц сборника тейсов наших докладчиков. То, что было в видеоформате, они озвучили какие-то основные тейсы, но очень большое количество примеров, они не озвучены, и, соответственно, и таблицы, и примеры, и некоторые чек-листы, они есть только в сборнике. Он стоит некоторых денег, потому что это колоссальный труд издательства «Левризон». Еще раз колоссальное спасибо. Но я повторяю, это такое материал для неспешного чтения. Не найдитесь почитать этот сборник за одно воскресенье. Скорее всего, нужно почитать небольшими кусками. Более того, масса докладчиков наша, открытую вашим вопросом. Мой совет – и читать, и одновременно посылать вопросы докладчикам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!